Сегодня мы решили поговорить о губернском спорте. И потому сегодня в нашей студии Владимир Заворин, председатель областного спорткомитета. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Алексеевич, когда уже Вас можно будет представлять как министра спорта по Самарской области? Ну, я думаю, планируется в осени принять закон о правительстве Самарской области, и тогда, видимо, будет и Министерство спорта. Ну, хорошо. Владимир Алексеевич, давайте в начале нашего более предметного разговора посмотрим Вашу визитную карточку. Владимир Алексеевич Заворин. По образованию инженер-электрик. Спортом занялся в юности, начал с бокса. Позднее увлекся академической греблей, которой и занимался 16 лет. Параллельно работал на заводе Фрунза Зими, пройдя путь от рядового инженера до заместителя секретаря парткома. Пять лет работал инструктором в отделе пропаганды обкома. После чего его кандидатура мастера спорта, судей международного класса, была одобрена в ЦК, и Владимир Заворин возглавляет облспорткомитет. Владимир Алексеевич, думаю, что нынешнее лето болельщикам запомнится прежде всего как лето сенсационной победы футбольного клуба «Крылья Советов» над московским «Спартаком». Скажите, почему в течение почти 20 лет самарцы не могли победить московский «Спартак»? Ну, я думаю, наверное, готовились. То есть, создались все условия для того, чтобы «Крылья» могли одержать красивейшую победу над «Спартаком». Я был потрясен, что праздник продолжался почти сутки в Самарской области, и были много звонков, и даже могу привести такой случай от, значит, владельцев киосков, потому что торговля шла на ура, а набережная вся только жила в футбол. Ну, хорошо. Скажите, а как вообще вы оцениваете нынешний состав команды «Крылья Советов»? Ну, вот нынешний, который удалось, так сказать, его скомплектовать, дозаявочный, я считаю, что это перспективный состав молодых футболистов, и, может быть, подтвердит мое мнение то, что Константин Кайнов, который мне очень нравится, это футболист из Фабоса, сегодня включен в состав молодежной сборной. Ну, хорошо. Скажите, а работой главного тренера вы довольны? И вообще, с чем был связан уход Александра Аверьянова и его замена на Александра Тарханова? Ну, начнем, наверное, со второй части вопроса. В течение пяти лет Александр Николаевич работал у нас в области, он нравился, в общем-то, очень многим нашим болельщикам, и он внес свой определенный вклад, но на протяжении определенного времени и команда, и тренер устают друг от друга. И уже сложилось так, что очень много звучало и от болельщиков, и от специалистов требовалась замена, замена тренера. И тогда вот пошли на, так сказать, такую рокировку, и был приглашен Александр Федорович Тарханов. Тарханов, как тренер, мое мнение, хочу сказать, это авторитетный тренер, и под него идут люди, у него есть своя система. И вот то, что крылья, может быть, смогли победить Спартак, показав, кстати, спартаковскую игру, очень близкую к Спартаку, показав большую волю к победе, это как раз одна из заслуг Александра Федоровича Тарханова. Можно ли считать победу над Спартаком главной заслугой Тарханова, или у него еще все впереди? Нет, я думаю, что Александр Федорович, это первый шаг, и, может быть, подтверждение того, что, так сказать, верит в него политический совет, и, кстати, губернатор Константин Алексеевич, то, что это первый шаг большого тренера к тому, чтобы крылья, ну, вышли, как вот в речевке наших болельщиков, да, что не подумайте, что крылья там какие-то, они сильнейшие в Европе. Ну, а тогда скажите, каковы ваши прогнозы относительно завтрашнего матча крыльев и сочинской жемчужины? Ведь если мы проиграем, насколько мне известно, команда будет близка к вылету из высшей лиги. Да, это очень сложный будет матч. Кстати, прежде чем ответить, я скажу и пригласить наших болельщиков на стадион. К сожалению, в газете «Самарское известие» закралась ошибка о начале матча. Матч начнется в 18 часов, поэтому я приглашаю всех на стадион. Игра будет очень тяжелая, обе команды находятся в тяжелой зоне вылета, поэтому это будет очень тяжелая игра. И вот все сейчас зависит от того, мы увидим, какая у нас команда. То есть за победу будут биться и та, и другая. Будет очень интересный футбол. То есть пока прогнозировать вы не берете? Очень сложно. Ну, хорошо, если вдруг случится самое грустное, и мы все-таки проиграем. Ну, я думаю так, что от поражений в спорте никто не застрахован. Но я думаю, что крылья порадуют своих болельщиков. Я вообще оптимисты. Я рассчитываю только на победу. Ну, хорошо, будем надеяться. Скажите, вот, насколько мне известно, не так давно на одном из заседаний победительского совета, крыльев советов, клубу была дана рекомендация зарабатывать самим. В этой связи, что имелось в виду? Выращивание перспективных игроков и продажа их другим клубам? Или, может быть, банальная торговля там футболками, я не знаю, с символикой? Нет, здесь разные некоторые моменты. Конечно, клуб должен вести хозяйственную деятельность, но, как показала практика в нашей стране, клубу ее, конечно, сложно вести. И вопрос идет о том, что сегодня самый дорогой товар это футболисты. Ну, пример того же Шевченко с Украины, с Динамо Киев, который продан Милан за, вот, как говорят, это, конечно, неизвестно, за 25 миллионов долларов. Это самый высокий такой прецедент из бывших стран СНГ. Вот, поэтому ставится задача готовить хороших футболистов и, значит, создать систему подготовки. Кстати, сегодня все команды начинают с 1986 года рождения и по 1981 все играют эгидой крылья Советов. И, кстати, для наших болельщиков скажу, что команда 1982 года вышла в финал, где будет играть со всеми грандами «Спартак», «Москва» и так далее. Команда 1983 года в турнире «Возрождение», который состоялся в Самаре, заняла первое место, тоже вышла в финал. И мальчики 1984 года успешно выступают, и все выступают под эгидой крылья Советов. То есть создается система. Я думаю, что будет очень много игроков талантливых из Самары, и мы еще планируем организовать на одном из наших интернатов интернат по, значит, футболу, где будем привлекать одаренных мальчишек из других регионов. Но все-таки клуб-то чем будет зарабатывать? Продажа игроков? Продажа игроков, конечно. Все так клубы делают. Вот, посмотрите, «Спартак» Оленичев вырос, продали там. Сейчас Илья Цимбаларь и так далее. Потому что бюджет «Спартака» 8 миллионов долларов. А бюджет крыльев Советов? Бюджет 3 миллиона долларов. Планируется. Сейчас мы имеем половину, приблизительно, чуть больше половины. Но спонсор «Самарский алюминий», который стал генеральным спонсором, и Герман Владимирович Таченко определён президентом. Это большая, я считаю, в общем-то перестройка, которая прошла в команде, очень важная. Потому что хорошей команде нужен хороший менеджмент и хороший руководитель. Это безусловно. Но всё-таки скажите, а в этой связи неправильнее ли выращивать высококлассных игроков и оставлять их у себя, чтобы команда приносила славу губернии, области? А вы знаете, если команда утратит подготовку вот таких классных игроков, то она ничего не будет представлять. Все так клубы поступают. Все клубы живут по такому принципу. Команда сильная может быть два года, всё. А если нет постоянного притока? Вспоминаем историю с тем же «Динамо Киев». Основной состав уезжает, подрастает второй состав, где были Бышевец, Мунтян, и второй состав играет не хуже и становится лидером советского тогда футбола. То есть есть примеры, есть, ну так сказать, абсолютная теория работы с командами. Поэтому я здесь вот хочу убедить наших болельщиков. Конечно, многие мне звонят и проще, чтобы было больше самарских. Я думаю, что все любят красивый футбол. И вот я думаю, что мы еще не видим ни одну впечатляющую игру команды «Крылья Советов». Ну, будем надеяться. Скажите, вот говорят, что осенью ожидается принятие закона о профессиональном футболе, согласно которому бюджет футбольной команды такого уровня, как «Крылья Советов», должен быть не менее 8 миллионов долларов. Нет, немножко не так. Да, сейчас первое чтение в Думе прошло, он должен пройти во втором, о профессиональном футбольном клубе вопрос. Бюджет минимальный, 1 миллион IQ, это 3 миллиона долларов. Бюджет минимальный. То есть команда высшей лиги должна иметь такой бюджет. И, как показала практика, он такой и должен быть. Потому что, не потому что, допустим, мы и так хотим, и сложились так обстоятельства, а потому что, если мы сбросим цену на игроков, они моментально уйдут за рубеж. Это товар сегодня, это товар. Товар, который довольно дорого стоит. Почему у нас растаскивают ведущих спортсменов? Это вот как раз то, что они дешево стоят. Поэтому мы вынуждены держать такую высокую цену. Я прошу прощения, а где вы возьмете 3 миллиона долларов, чтобы обеспечить бюджет футбольной команды «Крылья Совета»? А вот одно, это надежда на спонсоров, те, кто помогут, и то, что клуб уже сможет в ближайшее время продать одного или двух игроков. На их место придут молодые, не менее талантливые. Это очень важно, это очень важная работа любого клуба. Ну, хорошо. Давайте к разговору вернемся чуть позже, а пока я предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть небольшой сюжет. Три года назад губернский спорт пережил настоящий триумф. Самарские спортсмены на летних Олимпийских играх в Атланте завоевали небывалое количество наград – 11. Из них 4 золотые. Более 30 команд мастеров представляли нашу область в высших дивизионах отечественного спорта. Во многом этому подъему способствовало появление в Самаре Центрального спортивного клуба военно-воздушных сил. Но в связи с реорганизацией армии и прошлогодним обвалом рубля финансирование губернского спорта резко сократилось. Многие команды оказались на грани финансового краха. Некоторые перестали существовать. А ведущие спортсмены стали уезжать в поисках лучшей доли. Не хватает средств даже для подготовки олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Немова, Ольги Кузнецовой. В связи с общей экономической ситуацией серьезной поддержки от государственной казны ждать не приходится. Даже несмотря на лояльное отношение власти к спорту. С другой стороны, излишняя коммерциализация спорта тоже вредна. Достаточно вспомнить, что некоторые стадионы губернии превратились в вещевые рынки или автостоянки. Владимир Алексеевич, почему вдруг так практически одновременно прекратили свое существование женская баскетбольная команда СКА, похвестницкая футбольная «Нефтяник», а на грани финансового кризиса находятся волейбольные команды Искры и гандбольная «Самарагр»? Ну, тут разные обстоятельства, чрезновения каждой команды. Но, должен сказать, допустим, начнем с Усть-Кенельского. Конечно, у нас была возможность, купив несколько хороших гандболистов, играть в Суперлиги. Но, к сожалению, возможности губернии, нашего бюджета областного, они не безграничны. Спорт не входит в перечень защищенных статей, которые, так сказать, обязательны к исполнению. Поэтому, надо решать какую-то одну задачу. Или достроить тот комплекс, который мы сейчас строим в Усть-Кенельском, и играть в высшие лиги, причем играть своими молодыми ребятами. А потом, создав соответствующие условия, играть в Суперлиги. Тем более, Усть-Кенельский, я считаю, губернской столицей гандбола. Там очень люди ходят хорошо на гандбол. Кстати, а как обстоят дела со строительством этого комплекса? Говорят, там были замечены нецелевые использования средств. Ну, были там такие моменты, сейчас это исправляется. Всегда в каком-то живом организме возможно нарушение. Но я думаю, что за этой стройкой и администрация области следит. Это делать честь и сделать хороший в пригороде Самары такой комплекс, который бы отвечал соответствующим условиям. Я думаю, через следующему сезону этот комплекс будет работать. А правда говорят, что весной часть средств, которая была предназначена гандболистам, была передана баскетбольному клубу «Самара», что тоже, в общем-то, пошатнуло положение гандболистов. Вообще, есть много анекдотов на тему о том, что говорят. Нет, такого нет. Я думаю, что должно быть правильное понятие, что создатели команд несут в первую очередь за них ответственность, а не областной бюджет. Областной бюджет осуществляет поддержку этих команд. И она составляет где-то от 30 до 25%. И вот та же причина команды СК. Армейцы не нашли на нее денег, а бюджет поддерживал ее. Но армейцы не нашли, и тут же проявил заинтересованность ССК. Появились задачи у главного тренера в Москве, и поэтому ведущие игроки ушли туда. Это вот что касается команды СК. А вот остальные команды, я думаю, ну, футбол в похвест него, просто возможности местного бюджета, они, конечно, невелики, и в этом беда команды. Ну, понятно. Хорошо, а скажите, а почему тогда гонополисты были вынуждены продать нескольких своих игроков? Им, говорят, нечем было платить зарплату. Да, конечно, им было надо рассчитаться с долгами за игроков, поэтому существует такая система, она определенная регламентом чемпионата. Здесь нет ничего необычного. Но средств не было почему? Из-за общей ситуации в стране? Из-за общей ситуации просто, потому что, ну, бюджет, он не безграничен, и мы как можем помогаем. Я думаю, что в Усть-Кенельском все еще впереди, и самое главное, там хорошие руководители. То есть мы им еще можем надеяться, что будут играть в Еврокопт. Ну, хорошо, у нас появился первый телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем Ваш вопрос. О, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот много говорят о том, что детям проще все надо возрождать за спорты. А вот как же вот элементарно? Вот у нас в районе, допустим, в Октябрьском, буквально многие спортивные площадки, все они, в общем-то, приходят в негодность, заставлены гаражами. Как вот это дело будет решаться? Спасибо. Очень хороший вопрос, кстати. Это не только беда Октябрьского района. Но здесь я должен сказать хорошие слова в адрес мэра Самары, вернее, главы Самары Георгия Сергеевича Лиманского. Есть программа «Дети Самары». Там, кстати, предусматривается строительство, именно возрождение этих площадок. Это первое. Может быть, просто не дошли. А второе, есть сейчас общественные приемные, куда необходимо обратиться, об этом сказать. И я думаю, что этот вопрос будет решен. А как в других городах губернии обстоят дела? Вы знаете, очень неплохо. Есть программа в Кенеле, есть программа в Сызране, очень хорошая программа в Тольятти. Я вам скажу, даже мы недаром некоторых глав администрации представили к награждению спортивным знаком за развитие физической культуры. Вот недавно мэру Сызране я вручал Василию Георгиевичу Янину, замглавы Кенеля представили, который ведет социальные вопросы, замглавы, значит, города Тольятти. И мы все делаем для тех людей, которые очень много делают для развития спорта. Хотя такие проблемы есть, их просто надо сообща вместе с жителями городов решать. Потому что гаражи, они всех затрагивают. Ну, понятно. Скажите, все-таки, вот в связи, в нынешней ситуации нехватки средств, может быть, имеет смысл более, по-другому переспределять средства имеющиеся, чтобы поддерживать, допустим, сильнейшие команды, а слабые вот закрывать? А вы знаете, какая существует система? Или так и происходит? Вот некоторые говорят, вот эта команда перспективная, давайте ее будем поддерживать, вот эта не перспективная, как вот сказали, что там в Самаре деньги отдали. Нет, такого нет. Дело в том, что за каждой командой детская спортивная школа у нас более 100 тысяч детишек в области занимает спортом. В школах, клубах, в спортивных секциях. И убрав какую-то команду, мы, конечно, нарушаем всю цепочку. Когда у ребенка нет цели, он не пойдет в спортивную секцию. Поэтому мы стараемся тем коротким одеялом, я имею в виду средства, накрыть как можно больше площадь. И я вот должен сказать, что на юношеских играх, всероссийских, на которых Самарская область выступает успешно, мы выступаем в 35 видах из 38, мы занимаем лидирующее положение сейчас. И вот подводятся итоги, мы в тройке лидеров. А это 15 тысяч участвовало только в этих играх. Это говорит о том, что у нас хорошие тренеры и хороший резерв растет. Ну хорошо, давайте еще послушаем звонок. Здравствуйте, слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. В первых я хотел бы передать большое спасибо клубу Презисовета за победу на Спартаком. С вами сейчас говорит болельщик в футбольной Застрахани и вот такой вопрос. Ой, ну сорвалось. Перезвоните, если вам не трудно. Давайте продолжим. Вот скажите, почему при реорганизации армии баскетболисты ЦСКА ВВС не влились в команду баскетбольного клуба Самара, как в принципе логично должно было бы случиться? Ведь у нас ЦСКА ВВС было чем гордиться? Конечно. Там классные баскетболисты. Даже вот Тен вернулся сейчас играть за Самару. Но сложилась такая ситуация, что вот я как член исполкома Олимпийского комитета, есть ведь и личностные такие характеры. И очень позицию такую занял Ким. Киму, кстати, в свое время предлагали быть главным тренером Самары. Он не пошел. И он увел с собой игроков. Он амбициозный тренер. И он увел игроков. Было бы честь иметь такого игрока, как Петренко в Самаре. Просто не сложились личные контакты. И эта беда, она в спорте наносит урон, кстати, нашей сборной. Не только, допустим. Здесь нельзя простым сложением. Существует определенное взаимоотношение. Ну, понятно. То есть вы считаете, что нынешний глава баскетбольного клуба Самары, его характер гораздо более мягкий, нежели у... Нет, я считаю, что попечистский совет, который, или фонд развития клуба Самары, правильно ставит задачи, растит молодое поколение, выращивается сейчас. А создав определенные финансовые условия, мы можем купить 4-5 ведущих баскетболистов в Европе, играть во всех Еврокубках. Тем более опыт у нас есть. А правда говорят, что нынешним американцам, которые играют за Самару баскетбольную, не платят зарплату некоторое время уже? Ну, не платили, была задержка. Но выплатили им все. А, кстати, каков сейчас долг перед спортсменами вообще? Вот, например, у хоккеистов, армейцев, насколько мне известно, 10 месяцев не платили зарплату. Ну, разное. По командам это, конечно, задачи прежде всего тех, так сказать, владельцев этих команд, будем так говорить, кто их организатор главный. Это, конечно, армия. Мы помогаем. Бюджет делает все, чтобы сократить этот долг. Мы все делаем. Но мы, к сожалению, не сможем все проплачивать в бюджет. Я сказал, осуществляем поддержку. Поэтому мы выравниваем ситуацию, оказываем поддержку, кстати, поддержку и в ремонте Дворца спорта с областного бюджета, чтобы люди могли в Самаре смотреть хороший хоккей. И мы верим в хоккейную команду. И хоккеисты, кстати, понимают эту ситуацию. Задерживаются не только хоккеистам, и учителям, и так далее. Ну, согласитесь, что одно дело понять ситуацию, а другое дело жить без денег, когда у спортсменов это главный висточник дохода. Ну, нельзя сказать, что совсем без денег. У армии есть другие возможности. Но я думаю, что это временная ситуация, и вопрос в ближайшее время будет закрыт. Потому что и командующий помогает очень много. Я думаю, что мы закрыты. Ну, по-моему, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. У меня вопрос. Да. Будет ли увеличиваться количество спортивных клубов в городе Самары? Спасибо. И каким образом? Спасибо. В ближайшее время увеличиваться не будет из-за отсутствия средств достаточных. Мы ставим задачу сохранить то, что имеем. Хорошо. Но вот все-таки скажите, не хватает средств, вот по-любому. Но, может быть, имеет смысл как-то сокращать расходы? Ну, я условно говорю, может быть, футболисты пусть тренируются где-нибудь в России, а не на Кипре. Или это нереально? Вот в чем беда. Дело в том, чтобы обеспечить соответствующую подготовку. Футболисты едут на Кипр не из-за того, что там, кстати, едут они в мертвый сезон, чтобы поиграть на Кипре. А дело в том, что там организованы идеальные условия. Киприоты как настоящие специалисты в этом межсезоне. Когда нет, то там вообще мертвые людей. Все закрыто. Они организовали очень много хороших полей, хорошего качества, без которых и очень много спарринг-партнеров. То есть крылья, выезжая на Кипр, имеют очень хорошую подготовку. Мы могли бы тренироваться в Сочи, но на каменистом поле, с которым не обработать, не принять мяч. Тем более Тарханов проповедует быстрый футбол. Мы даже специально стрижем траву очень коротко, специально по его заявке, чтобы можно было играть в быстрый футбол. Поэтому это вызвано необходимостью. Ну хорошо. А скажите, вот когда столовные спортсмены уходят из большого спорта? Что им полагается? Какие разные? Вы знаете, существует положение, 10 лет сборной, он имеет надбавку к стипендии, и это засчитывается. Это очень тяжелая работа. Сейчас в связи с новым законодательством, которое 6 мая было опубликовано, это федеральный закон о спорте, сейчас мы, кстати, готовим наш новый областной закон, но вот механизм его исполнения по ряду пунктов, кстати, вот о защите спортсменов, должен быть проработан механизм. То есть министерства должны принять еще соответствующее постановление. И мы сейчас в областном законе постараемся это отражать. Я за полную защиту спортсменов, потому что спорт отнимает и здоровье, и силы большие. Это безусловно. Я вот по поводу государственной программы, по поддержке спортивных звезд, будет она все-таки принята когда-нибудь? А даже без программы, в законе все будет отражено, он как раз, там целый раздел, который о поддержке. Дело в том, что человек, пробыв в спорте 10 лет, на всем готовом, его везут на сборы, его кормят, одевают практически. И иногда люди, некоторые не готовы, заканчив они в жизни ни к чему не готовы. И такие трагические случаи были у нас. То есть, оказавшись в обычной жизни, люди оказываются не готовы. Хотя есть ряд примеров, когда вот сегодня я смотрю передачу, встречается мой коллега по спорту Леонид Драчевский. Мы вместе с ним честь Спартака защищали, а Леня честь сборной. Кстати, был консулом в Барселоне, нас принимал. А сейчас вот министр СНГ. Приятно видеть коллегу. И есть другие примеры, когда плачевно заканчивают никому неизвестные, как вот рубщиками мясо наше. Или Наталья Бойко, великая спортсменка, к сожалению. Потерявшаяся в жизни. А вот скажите, как с поддержкой нынешних олимпийских чемпионов, нынешних звезд? Вот, например, я слышала, что Олегу Саитову для подготовки к предстоящей Олимпиаде необходимо около 50 тысяч долларов. Он сам будет эти средства искать? Да нет, это, конечно, анекдот. Никаких средств Олег не будет искать. Конечно, найдутся деньги на его подготовку у нас в области Олимпийского комитета. Кстати, по этому поводу планируется встреча нашего губернатора Константина Алексеевича Титова и президента Олимпийского комитета Виталия Георгиевича Смирнова. Почему? Потому что в области на сегодня готовится около 30 человек. Это потенциальные призеры Олимпийских игр. Вот, кого вы перечислили, и Олег Саитов, и Ольга Кузнецова, и Леша Немов, и, кстати, Максим Алешин, и Катя Привалова, прекрасная звездочка в гимнастике у нас бьется. У нас появились новые имена, и будет время, я расскажу о них. Вот, поэтому мы все сделаем для того, чтобы Самарская область как можно была представителем на Олимпийских игре. Ну, спасибо. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире говорите. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что стадионы занимают гаражами, и чтобы мы обращались к мэру города, то с вами вы почему-то не беспокоитесь? Спасибо. Почему вы об этом не беспокоитесь? Нет, мы беспокоимся. Дело в том, что там, где заняты гаражами, мы получаем информацию, что стадион, дело в том, что, видимо, не работающий. Но это нарушение закона о спорте, то есть жители имеют в праве обратиться, и мы сразу же направляем документы о нарушении законов. Кстати, одно из направлений нашей деятельности – это контроль закона о спорте, ныне существующий, основ законодательства. Там запрещено перепрофилирование площадок. И если они, значит, вот изменяются, допустим, стадион «Волга» сейчас занят рынком, дело в том, что он в недостроенном состоянии, его достроить не на что. Поэтому временно он отдан решением еще мэра Сосуева под этот рынок. Но как только появится средство на восстановление, рынок будет убран. В Тольятти, говорят, очень много стадионов под автостоянки приспособлены. Ну, это нарушают. Дело в том, что нет обращения. То есть, когда пока нет обращения, по этим не занимаются? Да, нет обращения, мы поможем в этом вопросе разобрать. Ну, хорошо. Скажите, а вот как обстоят дела в команде пловцов? Ведь после ухода их главного тренера Андрея Зеленяева ушли почти все его ученики – Пашненко, Мещерякова. Ну, Андрей никуда не ушел, он работает здесь. Многие спортсмены у нас, кстати, ушли в другие города, выступают за другие команды. Но пришли другие. Пришла Надежда Чемизова со своим тренером, чемпионкой мира, кстати, к нам в центр. И в сентябре будет создан новый центр. Мы комитет… Олимпийская подготовка. Да, центр межрегиональный. Очень сейчас большая группа талантливых спортсменов направляется. Кстати, у нас очень хорошая смена пловцов растет. Мы привлекаем еще более достойных тренеров, чтобы ознавить славу самарского плавательного спорта. То есть, вы в этом уверены? Да. Ну, хорошо. Давайте послушаем еще вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Почему так мало уделяется внимания велоспорту? Спасибо. Я готов рассказать. Вы знаете, велоспорт один из ведущих наших. Очень много детишек занимается. Кстати, недавно был юбилей нашей 15-й специализированной дюшер, которая в городе Самарин, на улице Чернолеченской находится. Сейчас у нас две профессиональных команды, которые выступают за рубежом. Мужская, которую это ЦСКА Самара Лада и женская под эгидой Динамо, которые сейчас за рубежом. Они, кстати, лидируют в одной из гонок во главе с Валентиной Полхановой. У нас перспективная молодежь имеется сейчас в велоспорте. Очень хорошо выступает Алла Епифанова в маунтенбайке. Кстати, в велосипеде на Олимпиаде будет разыгрываться один из наибольших комплектов медалей. И, кстати, за нас, за Самарскую область выступят наши выдающиеся спортсмены, которые сегодня выступают в профессиональных командах. Это Сергей Иванов, это Паш Танков, это Евгений Берзин. Ну, Владислав Бобрик сейчас закончил, хотя у нас с ним есть договор. До 2000 года эти спортсмены защищают честь Самарской области. И у нас очень много, мы порядка 12 областных только соревнований проводим по велоспорту. Хорошо, давайте послушаем еще вопрос. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Владимир Алексеевич. Здравствуйте. Добрый день, Грачев, федерант спорта. Здравствуйте. Вот такой вопрос. У нас, почетных граждан города, нет ни одного спортсмена. Как вы смотрите, что будет в конъюнтуре Виктора Ивановича Карпова? Я думаю, что мы вас поддержим. Поддержим, и я уже высказывал на эту тему. Ко мне были обращения. Виктор Иванович, это наиболее, так сказать, заслуженный выдающийся футболист. Заслуженный тренер СР, мастер спорта заслуженный. И вообще человек, очень много сделавший для расцвета самарского футбола. Ну, хорошо. Скажите, а вот трудно ли работать с тренерами? Ведь все-таки вы сами сегодня неоднократно сказали, что они чаще всего люди амбициозные. Вы знаете, хорошие тренеры все амбициозные. Все люди сложного характера. Но они потрясающие работоспособности и преданности спорту. Я снимаю, так сказать, шапку перед ними и горжусь тем, что мне приходится работать с такими тренерами. Не было бы их, не было бы наших результатов. В самые какие бы ни были тяжелые времена, наши тренеры всегда, так сказать, могут все пересилить и готовят хороших спортсменов. Я вам должен сказать, что мы все делаем, чтобы они получали высшие категории, имели зарплату. Я должен сказать, что зарплата хороших тренеров у нас даже больше, чем зарплата меня, председателя комитета. Это вот благодаря поддержке нашего губернатора Константина Алексеевича Титова. То есть вы хотите сказать, что вы идете на поводу у тренеров амбициозно? Нет, мы не идем на поводу. Дело в том, что тренеру надо создать условия. Если у тренера нет условий, нужен талант, нужен тренер и нужно создать условия. Вот если нет кого-то, нет тренера, нет таланта, нет условий, нет хорошего спортсмена. Это теория. У нас осталось буквально несколько минут. Еще бы мне хотелось у вас спросить. Все-таки, насколько мне известно, вы большое внимание уделяете массовому спорту, так называемому. Имеет ли смысл так широко заниматься этим, когда не хватает денег на профессионалов? Все-таки сейчас уже отпала такая острая необходимость в массовом привлечении сограждан к спорту, чтобы они не занимались чем-нибудь другим. В одном вы правы. У нас теперь не требует зачетность столько перворазрядников, столько второразрядников. Но массовый спорт – это основа большого спорта. Нельзя оторвать массовый спорт и большой спорт. То есть большой спорт – это вершина массового спорта. И я был очень доволен, когда два дня был наш профессиональный праздник, 14 августа. Какой праздник был в душах людей. И волейбол пляжный, и теннис, и все, и очень много соревнований. То есть вы так и будете продолжать тянуть одеяло на всех, да? Конечно. Мы не одеяло будем тянуть на всех, а будем стараться укрыть как можно больше людей. Ну и самый последний вопрос. Скажите, ваши прогнозы относительно ближайших двух-трех лет. Победы в каких видах спорта мы можем ожидать? Ну, я думаю, прежде всего бокс, гимнастика, плавание, велосипед, фехтование, стрельба. Ну, немало. Ну что же, наше время подошло к концу. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя Владимира Алексеевича Заворина, представителя областного спорткомитета. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова